Также была и другая сторона. Были диссиденты, были, вот, например, писатель Пастернак, который тоже получил Нобелевскую премию, но советская власть его не одобряла. А «Доктор Живаго», роман Бориса Пастернака, был очень популярен на Западе, и он был опубликован на Западе. В Советском Союзе эту книгу не публиковали, конечно. Конечно, эту книгу очень критиковали. Бродский, Бродский поэт. Его тоже очень критиковала советская власть, не одобряла. Вот здесь написано «Суд над поэтом». Что такое суд? Суд... Сейчас нарисую. Адвокат, прокурор, судья. И это всё суд. Суд над поэтом. Его судили, а потом он эмигрировал. Это фотография в Нью-Йорке. Он жил... Он уехал в Америку. Поэт... Вообще гениальный, прекрасный поэт. Но не в Советском Союзе и не в России. Тоже получил Мобилевскую премию. Люди раньше верили в советскую идеологию. Строили светлое будущее. И был культ личности Сталина. И коммунизм была религия. Люди в это верили. На самом деле, реально верили. А в эпоху застоя... Нет. Не верили. Строили. Как... Строили. То есть официально... Да. Но на самом деле люди не верили в эту советскую коммунистическую идеологию. Вот они. То есть люди официально вели себя так, как будто они верят в коммунистические идеалы, в эту идеологию. Но на самом деле они не верили. На самом деле люди не верили в коммунистическую идеологию. И они относились к этой идеологии с иронией. Как... Да, да, мы коммунисты. Да, да, у нас Советский Союз. Но никто не верил. Люди уже не думали об этом так серьезно. Вот это, наверное, такая главная... Главная характеристика этого времени. То есть, что получается? А вот эта часть. Это официальная жизнь Советского Союза. Ку-ку. Оп. Интернационал. Мы запускаем человека в космос. Спутник. Олимпиада. Мы такие спортивные. Молодцы. Советская власть преследует диссидентов. То есть, у советской власти есть энергия, есть силы заниматься вот этими вещами. Но у советской власти уже нет энергии и сил заниматься культурой. И культура уходит в подполье. Подполье. Пол. Вот он. Вот дом. А это пол. 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 А это то, что под полом. Подполье. Ну, в общем, underground. Да? По-русски мы тоже говорим underground. Культура уходит в underground. Уходит в подполье. Писатели, музыканты, художники, режиссёры. Ну, вот он наш Тарковский любимый. Высоцкий. Всё это в underground, всё в подполье. А советская власть, ну, как бы не видит этого всего. Не видит, не смотрит. Вот, например, очень хороший пример. Книга «Москва. Петушки». Автор Венедикте Геровеев. Эту книгу опубликовали на Западе. В Западе. Показывали, не то показывали, на Западе. А в Советском Союзе нет. И Ерофееву было всё равно. Опубликуют, не опубликуют. Неважно. Он написал книгу. А потом сам эту книгу издал. То есть опубликовал. Издал. Издательство. Издательство – это компания, не компания. Ну, в общем, это тот, кто публикует книги, журналы, издательство. Издательство. А тут сам. Он сам написал, напечатал. Не знаю, сколько там копий, энное количество копий. И просто давал читать своим друзьям и так далее. Это называется сам издать. Сам издать. Это когда сам издаёшь, публикуешь свою работу, свою книгу. Это очень хороший пример, что вся культура в подполье. Мою книгу не публикуют официально. Да и ладно. Неважно. Вот. Это художники. Это такой новый стиль в это время, концептуализм. Это не только в СССР. Это в мире такой стиль концептуализм, да. А вот такой советский концептуализм. Это муха. Это муха. Муха. Так. А здесь написано. Вопрос. Здесь вопрос. Чья? Это муха. Чья? Это муха. Чья? А это ответ. Это муха Николая. Вот такое очень-очень концептуальное художественное произведение. Тарковский. Тарковский, Тарковский. Наш любимый. Наш замечательный. Наша гордость. Прекрасный режиссёр. Прекрасный человек. Вот такой человек. Вот такой человек. Если вы почитаете его, я не знаю, это мемуары или автобиография или просто книга размышления, как дневник. Дневник – это блокнот, где вы пишете, там, первое марта. Та-та-та-та-та-та-та. Ага. Второе марта. Что происходит в моей жизни? Что я думаю? Дневник. Прекрасный человек. Если вы почитаете его книгу, вы поймёте, какой прекрасный это человек. Просто вот замечательный. такой глубокий, очень глубокий человек, очень добрый. Просто прелесть, прелесть, прелесть. Ну и, конечно, все знают Андрея Рублёва, Сталкера, да, Сталкер – это вообще прямо шедевр, да, шедевр. И Солярис, и другие фильмы. И это такой тоже андеграунд, в принципе. Это не официальный-официальный режиссёр. Высоцкий. Советская власть официально не одобряла, но и не мешала работать. То есть ты работай там сам. Высоцкий – это такая звезда. вообще просто огромная звезда огромной величины. Высоцкий – поэт и актёр. Вообще-то он певец, то есть он поёт ла-ла-ла, да, играет на гитаре и поёт. Но это очень специфический стиль. Кстати, I will say in English, remember, in one of the long videos from this series, I told you about Russian romance. And I said it will be very important, just remember, because later you will understand why it's important. So that's why. Потому что вот русский романс – это что? Это музыка плюс поэзия. И в России литературная традиция очень-очень сильная. может быть, это самое сильное, что у нас есть в России. Ну, авангард и вообще литература. Вот литературная традиция в России очень-очень сильна и очень важна – и проза, и поэзия. В русском романсе… Русский романс – это вот такая спокойная музыка и стихи, поэзия. А это продолжение этой традиции романса, и это продолжение традиции литературы, литературной традиции. Поэтому я сказала поэт Высоцкий, хотя он играет и поёт, но он не музыкант, он не певец, он поэт. В первую очередь он поэт. И актёр. Вот здесь он играет Гамлета. Гамлет – это его самая такая сильная роль в театре. Эта фигура, эта личность очень интересная, феноменальная. Вот почитайте, поинтересуйтесь Высоцким. Что ещё про него сказать? Это человек очень-очень большой энергии. Как он говорит, как он поёт, как он играет в театре, у него энергия бешеная. Просто невозможно. Да, и он был очень популярен. Советская власть официально не одобряла, но на самом деле все его обожали. Его любили все. Всё политбюро, все политики, абсолютно все его любили. Хотя официально не одобряли. Да, авангард возвращается, возвращается. Вот, например, театр на Таганке. Театр на Таганке. Таганка – это такое место в Москве. Станция метро Таганская. Станция метро. И этот театр рядом со станцией метро Таганская. Театр на Таганке. Весь район – это Таганка. Очень авангардные спектакли. Авангардные спектакли и ничего. Советская власть не смотрит. Ну так пусть, пусть делают. Ладно. Нормально. Стругацкие. Стругацкие – это писатели. Это два брата. Аркадий и Борис Стругацкие. Два брата. Они писали научную фантастику. Научную фантастику. Например, «Сталкер», фильм Тарковского «Сталкер», снят на основе книги Стругацких «Пикник на обочине». Дорога. А вот это обочина. Обочина. Рядом с дорогой. «Пикник на обочине». И очень известное произведение, очень известная книга. «Понедельник начинается в субботу». «Понедельник начинается в субботу». Эти книги тоже в линии коммунистической идеологии, но очень много рефлексии. Очень много такого юмора, чтобы люди подумали над важными вопросами. Русский рок. Русский рок – это не западный рок, не американский, не английский совсем. 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 Это разные вещи. Русский рок и, как бы, оригинальный рок. Это разные вещи. Он появляется. Он появляется в Ленинграде или в Санкт-Петербурге. Тогда в Ленинграде появляется первый рок-клуб. Это какой-то 1980-й, по-моему, год. Около, около того. Появляется рок-клуб, появляются рок-группы. Ну, такой интересный феномен русский рок. Но тоже литературная традиция. В русском роке тексты намного важнее музыки. Точно так же, как с Высоцким. Тексты намного важнее, чем музыка. Музыка – так маленький аккомпанемент. Чуть-чуть. Это неважно. А вот поэзия, тексты – это да, литературная традиция. И в русском роке то же самое. Хотя это рок, рок – это драйв. Но нет, не русский рок. Вот, наверное, самый яркий пример русского рока. Это звезда русского рока, группа кино и её лидер Виктор Цой. Виктор Цой. Восемьдесят второй год. Восемьдесят второй год – это уже конец эпохи. Это уже очень близко к перестройке. Это конец эпохи, и почему Виктор Цой такой популярный? Я не знаю, но он очень популярный, очень-очень-очень. Это первые большие-большие концерты в Советском Союзе. Это кино, вот, группа кино. Потом, когда Виктор Цой умер в Москве, он умер очень-очень рано, когда ему было двадцать восемь, по-моему, лет. После его смерти в Москве появилась стена Цоя на Арбате. Арбат – это очень туристическая улица в Москве, очень старая. Вот на Арбате есть стена Цоя. Здесь написано кино. Вот кино, его портрет. Виды, граффити, граффити, change all the time. So you can find plenty of pictures of this wall. Ну, вот он. Вот он Цой. Солнце. И написано. Перемен требуют наши сердца. Наши сердца. Моё сердце, его сердце. Наши сердца требуют, 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 как бы хотят. И давай, давай. Я требую. Я хочу, и я хочу, чтобы ты это сделал. Давай. У наши сердца требуют перемен. Перемены, чтобы что-то поменялось. Изменения, перемены. Мы хотим, чтобы всё поменялось. И это цитата из его песни. Это его текст. Его стихи. И, конечно, вот это, этот текст, это отражение того, что происходит в сердцах людей. Люди хотят перемен. Это то, что происходит в обществе. Все эти люди хотят перемен. Все эти люди уже не верят в советскую идеологию. Что? Советский союз, коммунизм, светлое будущее, бла-бла-бла-бла. Никто не верит. Люди хотят перемен, и люди готовы к переменам морально. Они готовы к этим переменам. Ну и они готовы к переменам, и перемены приходят, перемены происходят. В 1987 году Горбачёв начинает перестройку. Ну, планы сделать перестройку были даже раньше. В 1985 году они уже говорили о перестройке. Там и Андропов хотел поменять. В общем, уже и политики были готовы к переменам. Все были готовы. И вот в 1985 году уже говорили об этом. А в 1987 году уже совершенно официально Горбачёв объявил, объявил о том, что будет перестройка. что начинается подготовка к полному, да, тотальному изменению социально-политической, экономической системы. Перестройка начинается, все меняется постепенно, но достаточно быстро. Происходит демократизация политических, экономических, социальных систем. Ну и в 1991 году все это происходит. Вот прекрасное историческое фото белого дома в Москве. Видите, люди на митингах, на митингах, на демонстрациях в Москве. Мавзолей Ленина, на котором написано «Пиво». Мы видим, что люди уже совсем не верят в коммунистическую идеологию. И уже открыто это демонстрируют. Все, хватит. И это конец эпохи. И это конец эпохи, и это конец, собственно, истории русской культуры. Потому что после 91 года это уже наше время. Вот так. Спасибо и всем счастливо! Продолжаем.